В пятый день соревнований уже окончательно определились лидеры. Каждая команда провела достаточное количество матчей и набрала определенные баллы. В играх этого дня осталось выяснить, кто же наберет больше, и в финальном дне сразиться за призовые места. Вратарь команды Йети показал, что сегодня он настроен отстоять очень хорошо. Вот бросок по воротам. Вот он. Смотрите, как вратаря его охраняют. Игра еще не началась, но всем уже было ясно, что на льду будет жарко. На корте встретились две сильные команды этого турнира. Горячие сочинские ребята и снежные люди из Великого Новгорода. Всем было интересно, чем закончится игра в двух противоположностях. Кто-то отправился продолжать опасный момент возле ворот Йети, но вратарь пока первый номер. Изначально встреча не обещала быть легкой, ведь ребята вышли бороться за первые места. В первом тайме команды прощупывали друг друга, пытались распознать методы и тактику соперников. Один неправильный ход может дорого обойтись команде. Счет открыли только на 14-й минуте второго тайма. Новгородцам удалось пробить ворота соперника. Слишком много было удалений у сочинской команды. Для полного состава Йети это было преимущество в игре. После пропущенной шайбы Барсы решили наверстать упущенное и забили ответный гол ворота соперника. Вот он выход один в один. Смотрите, будет гол или нет? Так, что там? Гол. После сравнения счета команды начали обороняться серьезнее. И до конца третьего периода так и никому не удалось забить ворота соперника шайбу. После чего объявили дополнительное время. На этот раз удача была на стороне Йети. Они забили второй гол. Он принес команде желанную победу. Киренкин забивает гол. Смотрите, какой... Ну, молодец, конечно, сегодня он. Мы проиграли и, ну, было очень тяжело, потому что, когда мы играли с Марьино, и мы играли в давление, много атаковали, Марьино убегало. И они так же играли. А, ну, с ними так не получилось играть. Игра была трудная, но мы же выиграли, значит, мы сильнее. Сейчас между тремя нашими командами, Марьино, Москва, Снежные Барсы, Сочи, мы, насколько я знаю, имеем одинаковое количество очков и все три команды рассчитывают на медали. Поэтому, конечно, хочется побороться за золото. Все будет зависеть от нас в завтрашней игре. Как только залили лед, на арену вышли команды спортивной школы «Марьино» и «Кристалл». Матч был не менее напряженным. Ребята боролись за место в тройке. И, не теряя времени, начали активно атаковать друг друга. Первыми нанесли удар по воротам противника игроки команды «Кристалл». Хоккеисты из «Марьино» не стали ждать и уже через несколько минут нанесли ответный удар. Вернувшись на лед, «Кристалл» сразу же начал борьбу на поле противника. Пробил ворота и еще несколько шайб. К концу первого тайма команда «Москвичей» имела преимущество в один балл. И опять же хотел бы сказать, что команды были равны по... Гол! 2-1. Видите, что делается? Вот смотрите. Вот вам и «Кристалл». После перерыва игроки «Марьино» продолжили вести свою игру и преимущественно вырвались вперед. Но под конец сдали слабину. «Кристалл» показал себя достойным соперником. Они почти сравняли счет, но не хватило двух очков для победы. Такая последняя, последняя атака. И время звучит с финальной свисток. Матч закончит. Команда «Марьино» с отсчетом 5-4 одержала победу над командой «Кристалл» и в погоне за призовым местом. Итак, долгожданный матч для болельщиков Якутии. Сразиться с друг другом вышли мирнинские алмазы и якутские волки. Команды хоть уже не претендовали на кубок, но игру показали хорошую. «Стой! Стой! 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 Стой!» Но наши ребята не пали духом и продолжили игру дальше. В этой встрече «Алмаз Алроса» забила больше шайб в боротах противников, чем в предыдущие дни. Но не удалось сравнять счет и быть на равных с волками. Вновь мирнинская команда потерпела поражение. Некоторые моменты могут быть и вражденными, и наоборот товарищескими. Но все-таки дух соперника чуть-чуть есть. Они оказывали давление, мешали болельщики, но победили. Ребята молодцы, бьются. И хорошо, что они занимаются в таких условиях, но и в такой отдаленности от самого эпицентра хоккея в России. Поэтому я считаю, что достойно, что ребята ходят, занимаются. И достойно они играют. Отставание от других команд. Более 30 шайб. Как бы ни старались игроки Алмаз Алроса, у них не получится отвоевать такое количество баллов. Но даже итог матча с полярными волками не расстроил их. Ведь для них это только игра, которая будет в их жизни еще не одна.